Всем приветствуем мистерия. Кто является прародителем славян на самом деле? Название «Славяне» в письменных источниках появилось примерно в середине первого тысячелетия н.э. Оно встречается у жившего в V веке историка Прокопия Кесарийского в византийском военном трактате «Стратегикон» императора Маврикия VI в. н.э. и в трудах скифского автора годского происхождения Иордана, Иорданиса. Последний писал о Рбуте о происхождении и деянии гетов, что славяне проживают от города Новиэтуна и Мурсианского озера до Донастра и на север до Висклы, а вместо городов имеют болота и леса. Греческий вариант написания слова «славянин» распространился при Европе, претерпев незначительные трансформации и образовав немецкое «склеев», итальянское «счива», французское «эсклеев» и английское «слэев». По славянскому языке это слово писалось как «словенин» или «словения», в повести временных лет как «словения». Происхождение названий до сих пор скрыто во тьме веков, что не мешает ученым всех мастей, историкам, лингвистам и даже писателям выдвигать самые разные теории. Исторический факт, что в VI веке восточные славяне насчитывали около 200 племен – Кривичи, Вязичи, Поляне, Древляне, Тиверцы, Уличи, Руси и т.д. Однако племя, проживающее в Новгороде, так и назвалось «словения». Автор иакимовской летописи из Новгорода монах Нестор прямо говорил, что именование сего племени пошло от имени князя, правившего им. По его отрождению в древности жили два князя – братья старшего звали Славян, а младшего – Скиф. Князья эти всю жизнь вели войны, покорили множество земель на Черноморском побережье и на реке Дунай, а старшего брата и пошло на звание Славян. Правда, от себя автор добавляет, что он не добре с ведьмбе, что сядиела у нас Славян в Новгороде. Эту версию поддерживает специалист по македонскому языку профессор Гарвардского университета Горс-Ланд, который указывает, что слова «словени» и «словани» появляются в письменных источниках лишь в XIV веке и считает, что ранее существовало название «словения», обозначавшее племя Славена. А само имя «словен» имеет прославянский корень «слову» с вполне современным значением «славный» или «овеянный славой». Косвенно это могут подтверждать княжеские имена, имеющие тот же корень – Говислав, Святослав, Всеслав, Изислав, Мстислав и т.д. Гипотезу о происхождении названия «словян слова слава» критиковал советский активист-словист Александр Мыльников, который подчеркивал, что во всех славянских языках корень слов, называвших славянский народ, содержал всегда гласную «о» славяне, «словения» и, следовательно, возникновение в корне «а» было вызвано влиянием греческого языка, либо латыни, а значит гипотеза неверна. Советский словист Самуил Бронштейн считал, что название «словяне» происходит от индоевропейского «слоус» – «народ» и сравнимо с греческим «лаус». В этом с ним согласен авторитетный финский ученый-словист Юлиус Микола. Автор-составитель этимологического словаря русского языка Макс Фермер полагает, что название «славяне» было составлено по аналогии с названием «древляне» или «поляне». От некоего топонима – реки, горы или поселения, а затем распространилось на все остальные племена. Предполагается, что это могло быть название Днепра, которое в старину называли «славутичем» – реки Слуя, сербской реки Славницы или польских век Слава или Славица. Однако достоверных доказательств по этой теории тоже не существует. Макс Фермер дает еще две версии этимологии названия. На основе индоевропейского корня «клео» слышите слово-слово. В пользу последнего предположения ученые приводят старые названия иноязычных племен – немцы, то есть немые без языки. В данном случае название «славяне» можно трактовать как те, кто говорит по-нашему, на нашем языке. Эту версию подтверждает наличие в древнерусском слове «язык» и значение «народ». Знаменитый советский археолог и исследователь древней Руси Борис Рыбаков еще в 1958 году выдвинул теорию о том, что названия «славяне» в «славяне» свидетельствуют о родственных связях народа с венедами. Он обратил внимание лингвистов на присутствие в названиях «славяне» и «венеды» одного корня «вен» и выделил первую часть слова, предположив, что «славяне» означает «люди из земли венедов» или «люди от корня венедов». Рыбаков даже высказал мысль, что ранее «славяне» могли называться «слы-венины», «слывущие венедами». Современные авторы дополнили эту теорию догадкой, что «словяне» могло расшифровываться как говорящие на языке венедов, однако прямых доказательствует этому не найдено, поскольку на просторах Европы до сих пор не встречался адмоним «славяне». Этноним «венеды» мелькает в литературных источниках Европы вплоть до позднего Средневековья, а финны по-сей день именуют Россию «винеей», «винея». Распространенная в некоторых западных кругах теория о том, что название «славяне» не произошло от слова «слуги», а то и вовсе от греческого слова «раб-невольник» не выдерживает никакой критики. Разумеется, нельзя утверждать, что славяне не были в Средиземном море рабами. Попадая в плен, вчерашние ратники часто становились невольниками, это языческое общество имело обычай продавать соплеменников в рабство. Однако говорить о том, что славяне народ рабов, по крайней мере, нелепо, так как начиная с первого тысячелетия воинские подвиги славян не подлежат сомнению. Об этом свидетельствуют многочисленные греческие и римские источники ангердота до Аптолемея. А само греческое «окловоз» происходит от глагола «акелео» – «добывать военные трофеи», и случайно совпадает по звучанию с названием «славяне». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok